Распродажа в магазине «Элма». Цены от 5 рублей. Ждем вас! Брест, торговый центр, галерея «Гранд», первый этаж. В эфире итоговый выпуск программы «Бугинформ». Я, Виктория Саченко, и корреспондент информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, а что интересного нового произошло в городе Бресте. Информационных поводов было достаточно много, а потому выпуск будет многоплановым, насыщенным и, как мне кажется, достаточно интересным. Сегодня в выпуске. Район, который сердцу дорог. В Бресте прошли торжественные мероприятия, посвященные 40-летнему юбилею Ленинского района города Бреста. Архитектурное, градостроительное и эстетическое будущее Бреста. В горосполкоме состоялась рабочая встреча, в рамках которой специалисты обсудили генеральный план развития Бреста до 2030 года. Ренессанс Брестского аэропорта. Идет модернизация взлетно-посадочной полосы. Ремонт продолжается на нескольких участках аэроинфраструктуры. Планируется замена светосигнального оборудования, реконструкция площадок для стоянки самолетов и перрона. В эти весенние апрельские дни свой 40-летний юбилей празднует Ленинский район города Бреста. Сегодня ленинцами себя называют 109 тысяч горожан. И нынешний юбилей – это праздник тех, кто отдает свои знания и труд на благо района. Всех, кто считает старейшую часть и город над Богом своей малой родиной. В областном общественно-культурном центре прошли праздничные мероприятия, посвященные юбилейным торжествам. Наш корреспондент Ирина Ольшова побывала на празднике и выяснила, за что ленинцы любят свой район и почему считают, что лучше Бреста нету места. Как не любить то место, где ты живешь, творишь, где, в общем-то, твои дети, твои друзья. Ну и, во-первых, наш город такой чудесный. Я здесь купила квартиру в Ленинском районе, я здесь получила хорошую работу, здесь получил образование мой сын, он здесь работает у меня в продоме, поэтому я очень довольна. Я люблю Ленинский район за то, что я здесь работаю, живу, за то, что он чистый, уютный, красивый. Все в центре, все в шаговой доступности, это весь исторический центр города. Вся красота, по-моему, это только в Ленинском районе. Пусть не обижаются на меня жители московского района. Мы любим Ленинский район! История Ленинского района навсегда вписана в историю тысячелетнего Бреста. Главная его ценность – это люди своим трудом и знаниями, приносящие славу району, городу, стране. Учителя и врачи, журналисты, инженеры, каменщики, завхозы, сотрудники силовых структур. 40 лучшим из лучших мастеров своего дела вручены почетные грамоты от имени администрации Ленинского района за безупречный труд. Я вообще родом из Минской области. Когда приезжала сюда, никогда не думала, что буду жить в Бресте. Была с визитом в Брестской крепости. И Брест, наверное, полюбила с первого взгляда этот гостеприимный, уютный, комфортный город. И впечатления о нем сохранились до сих пор. И очень рада, что я сейчас здесь живу. К важному юбилею приурочили и награждение лауреатов 14-й районной премии «Ленинский Олимп». Из 117 конкурсантов жюри выбрало 10 лучших в 10 номинациях. Среди них не только предприятия, добившиеся успеха в 2017 году, но и настоящие профессионалы своего дела. Приятно осознавать, что ты часть этой большой, огромной команды, что ты часть огромного района. И, конечно, очень большая гордость возникает внутри, что усилия каждого человека, что его мечты, воплощенные, оказываются вознаграждены. И очень приятно получить награду в такой замечательный день. По этой лестнице я уже шел давно. Много было у меня и грамот было, и от профсоюза, и на дочке почета был неоднократно. Но это для меня самое то, что я даже не ожидал, когда мне сказали, что я получу эту награду. Для меня это было большая радость. Продолжились юбилейные торжества праздничным мероприятием в общественно-культурном центре. Гостей встречал символ ленинцев – Владимир Ильич. На выставке картин своим видением исторических улочек района делились слушатели института третьего возраста и участники фотоконкурса «Район, в котором я живу». Для ленинцев их малая родина всегда на первом месте. Сегодня, представляя интересы Ленинского района в парламенте, я пытаюсь отстаивать интересы города Бреста. Наших промышленных, производственных предприятий, учреждений, которые находятся в нашем районе, для того, чтобы более комфортно, более лучше жилось нашим жителям, нашим брещанам. Ленинский район – историческое сердце Бреста. Это район уникальных музеев и ярких культурных событий. 40 лет для истории – миг, для человека – целая жизнь. И во все времена у руля района стояли грамотные и болеющие за свое дело руководители. Ленинский район, он будет и дальше развиваться, потому что это Ленинский район. И те люди, которые живут сегодня у нас в Ленинском районе, будут чувствовать, что ситуация в Ленинском районе с каждым годом становится лучше и лучше. И мы это видим сегодня по тем стройкам, которые идут в Ленинском районе, по работе, которая сегодня осуществляется в Ленинском районе. Мне представляется, что впереди у нас достаточно неплохие перспективы. Слова благодарности от руководства города и области звучали в адрес экс-глав администрации. Благодаря их труду сегодня район – это 40 крупных субъектов хозяйствования, более 2000 предприятий малого и среднего бизнеса, почти 3500 индивидуальных предпринимателей. Только за три месяца текущего года промышленностью Бреста произведено продукции на 550 миллионов долларов, из них 370 миллионов в активе Ленинского района. Но главное достояние города – его люди, и задача каждого руководителя в обеспечении их комфорта и достойной жизни. Живя в Бресте, он решает вопросы своей жизнедеятельности, прежде всего, с чиновниками вот этого уровня, уровня администрации района, уровня тех предприятий, которые базируются на территории Ленинского района. Поэтому все у вас получается. Я хочу сказать вам огромное, огромное спасибо. Каждый год прожитый районом – это шаг вперед. И это движение стало возможным благодаря усилиям каждого жителя, каждого трудового коллектива, предприятия и организации. И в этом городе, в этом доме есть уголок, я очень надеюсь, уголок уютный, комфортный, который называется Ленинский район, который неотъемлемая часть города Бреста. Поэтому, без сомнения, Ленинский район живет теми же проблемами, что живет и город. Абсолютно. Это и те глобальные стройки к тысячелетию, тот же западный обход – это территория Ленинского района, тот же автовокзал – это Ленинский район. Это задача, которую перед нами ставит и мэр Александр Степанович, и руководство, чтобы наш город был уютный, комфортный. Мы работаем над этими проблемами. Поэтому Ленинский район – это город Брест. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итогового выпуска «Бокинформ». Продолжаем выпуск. Архитектурное, градостроительное и эстетическое будущее Бреста волнует каждого. Накануне в горысполкоме о дальнейшей судьбе и облике областного центра говорили специалисты заинтересованных службы, и не только брестских. Рабочая встреча была посвящена обсуждению генерального плана развития Бреста до 2030 года. Авторы проекта предлагают свое видение того, как должен развиваться город. Согласно документам, Брест обещают сделать компактным, современным и еще более удобным для жизни. О том, какой ряд градостроительных изменений ожидает нас и почему новый генплан поистине уникальный проект, расскажем прямо сейчас. Разрабатывали новый генплан специалисты столичного института градостроительства. Его концепция – Брест должен развиваться, оставаясь в нынешних границах. Сегодня тренд градостроительства – компактный город. То, что предлагают специалисты из Минска, по сути, реконструкция существующего города в существующих границах. Посыл прост и понятен – оставаться в черте. Мы изыскиваем внутренние резервы по освоению под многоквартирное жилье существующих площадок, в том числе за счет сокращения промышленных зон. Незначительный процент земель будет выделен под усадебную застройку. Все-таки мы отдаем предпочтение многоквартирной жилой застройке. Но как это сделать, не расти вширь, позволяя появляться новым застройкам в черте города? Все просто. Чтобы что-то построить, придется что-то снести. Новый проект предлагает строить жилые комплексы на месте неэффективных производственных площадок, при рельсовых территориях, местах, которые ранее попадали в санитарно-защитные зоны, и сегодня не существующих предприятий. На месте некоторых жилых усадебных построек. Но не стоит волноваться, массового сноса не предполагается. Вдоль основных магистралей очень незначительно точечно мы покажем снос жилых домов для новых транспортных магистралей и для формирования архитектурного облика города по центральным улицам. Но, повторюсь еще раз, снос жилой усадебной застройки масштабный не планируется. Безусловно, мы сохраняем хороший природный каркас вдоль реки Муховец с рекреационными функциями. Безусловно, мы настаиваем на формировании в городе крупного общественного центра со спортивным ядром. Ну и те вопросы, которые мы обсудили в рабочем порядке, на что нам обратить внимание, мы, безусловно, их будем прорабатывать и на одном из следующих совещаний городу представим. Основной приоритет – строительство социального жилья. Что же касается усадебных построек, для них земли в Бресте не хватает. Здесь на помощь должен прийти город-спутник Жабенко. Архитекторы говорят, что идея нового генплана оздоровит город. Это будет сложная работа по реализации такого генерального плана, но реально это будет оздоровление города. Мы начинаем работать над качеством среды, над качеством застройки. Проект рассчитан на два этапа. Первый – до 2025 года и второй – до 2035 года. К сентябрю будут завершены проектные работы, после чего они пройдут экспертизы – санитарно-эпидемиологическую, экологическую, государственную. Также будет проведено общественное обсуждение. Разработчики генплана учтут все предложения, чтобы 344 тысячи людей в Бресте чувствовали себя удобно. Именно на столько жителей рассчитана инфраструктура областного центра. К 2025 по прогнозам специалистов эта цифра вырастет до 371 тысячи. В продолжение темы. Реконструкция обрезкового аэропорта продолжается. О том, что объект нуждается в серьезном усовершенствовании, говорил глава государства, посещая регион летом 2017. Тогда Александр Лукашенко дал конкретное поручение руководству области. Территория аэропорта должны иметь достойный вид. Сегодня деятельность здесь развернута в нескольких направлениях. Продолжается модернизация взлетно-посадочной полосы. Ремонт идет на нескольких участках аэроинфраструктуры. В планах замена светосигнального оборудования, а также реконструкция площадок для стоянки самолетов и перона. Все подробности далее. Брестский аэропорт – небольшой региональный транспортный узел, построенный еще в советские годы. В 1999 он получил статус международного, что качественно расширило возможности воздушной гавани. Сегодня один из красивейших региональных аэровокзалов бывшего СССР переживает Ренессанс. Центральный объект реконструкции – взлетно-посадочная полоса. Напомним, работы здесь начались в июле 2017-го. Тогда обустраивались так называемые «карманы» – места, где разворачиваются самолеты. Более широкие они позволят крупным судам свободно маневрировать без помощи специальной техники. Сегодня идет укатка асфальта на самой полосе. Постройка аэропорта – это середина 70-х годов, самой полосы, вот ее в действии. И за это время она уже, соответственно, подизносилась. И строилась она тогда для того существующего типа воздушных судов. Там были свои нагрузки. Сейчас парк самолетов изменился. И появились немного другие требования по нагрузке. Для большей прочности покрытие укатка асфальта проходит в три слоя, что повышает коэффициент износа стойкости. Работа проходит в соответствии с технологией. За этим здесь особый контроль. Укладка асфальтобетона сейчас идет. Но это основная работа. И плюс еще ремонт основания армобетонного. Заканчивают они уже делать. И будут укатывать асфальтобетон. Три слоя асфальта. Значит, в общей сложности 26 сантиметров. Наиболее ощутимый сегодня размах работ здесь на полосе. Кроме того, точечно проходит реконструкция и в других отдельных территориях аэропорта. Планируется, что со временем модернизация коснется и аэровокзала. Проект аэровокзала в свое время был выполнен по индивидуальному заказу. И является архитектурной ценностью. При реконструкции этот факт будет учтен. У нас уже найден подрядчик, который делает нам проект. Мы объединяем два накопителя в один. Раньше уже был аэропорт чисто внутренний. И поэтому не совсем был предназначен для использования международных рейсов. То есть, там есть некоторые проблемы, которые нужно усовершенствовать для того, чтобы было наиболее удобно пассажирам работать, службе безопасности, пограничникам, и всем остальным, кто связан с обеспечением рейсов. Следующий этап модернизации предусматривает замену светосигнального оборудования, а также реконструкцию площадок для стоянки самолетов и перона. К этим работам здесь приступят уже в 2018-м. Анастасия Ноздрин, Платницкий, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоги недели на БукТВ о других событиях и мероприятиях. Медиарынок Беларуси в скором времени претерпит изменения. Проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь вынесен на обсуждение. Законопроект предусматривает ряд новаций, объединенных общей целью «Сделать наше информационное пространство более цивилизованным, отвечающим духу времени и буквы закона». По инициативе областной организации Белорусского союза журналистов в Бресте был проведен круглый стол с участием представителей средств массовой информации. То, что мы сегодня обсудим, мы же не только будем делиться мнениями, мы, может быть, где-то увидим какие-то вещи, которые мы можем подсказать, которые нас просят подсказать в Минске Белорусский союз журналистов. И наши какие-то мнения об общении, осуждении мы еще можем высказать. Высказывали свою точку зрения, делились мнениями, общались. Круглый стол располагает к этому. Соглашались с тем, что изменения в закон о СМИ следовало бы внести давно, дабы навести порядок в сфере массовой информации. Следует подчеркнуть, что законодательное регулирование информационного пространства в целом является мировой практикой. К сожалению, мы отстаем от многих стран по законотворчеству в этом вопросе. Если в Германии с начала 2000-х принимались очень многие законодательные акты, во Франции, вы знаете, сейчас идет очень серьезная кампания по борьбе с фейковыми новостями, то в России, вот, кстати, в России очень многие поправки, которые предлагаются сейчас, уже приняты в России, то мы немножко отстаем. Поэтому говорить о том, что Беларусь что-то изобретает, здесь какое-то колесо вообще не приходится, это скорее мы где-то догоняем те процессы, которые происходят во всем мире. Новаций в законопроекте достаточно много, но представители Брестских СМИ больше говорили об изменениях и дополнениях, касающихся интернета. Предлагаемый закон должен устранить извечное противоречие между сотрудниками традиционных и сетевых изданий. Хочешь относиться к средствам массовой информации, зарегистрируйся в Министерстве информации. Будешь иметь те же права, но работать будешь в рамках конкретного правового поля, то есть не допускать размещения информации, распространение которой запрещено или она недостоверна. Материалов, содержащих нецензурные слова и выражения, владельцам интернет-ресурсов предпишут не распространять сведения, поручащие честь, достоинство и деловую репутацию людей и организации. Но есть одно «но», которое подвергается критике. Это предполагаемое введение обязательной предварительной идентификации пользователей, размещающих какую-либо информацию на интернет-ресурсы. На взгляд Андрея Кухарчика, администратора сайта «Виртуальный Брест», в законопроекте есть недоработки. Очень многие моменты, которые в этом законе заложены и запроектированы, если так можно сказать, они уже работают сейчас. То есть, например, идентификация комментаторов. Уже сейчас правоохранительные органы прекрасно могут установить человека, который пишет под каким-то ником, который даже неизвестен обществу, но в то же время сохраняется определенная его цифровая метка, по которой это можно сделать. Это уже давно и существует. Зачем усложнять, вводить какие-то нормы, чтобы они оставляли, например, паспортные данные или номера своего телефона? Опять же вопрос, что это будет? То есть, это пока не определено. Тоже этот момент требует разъяснения. На свободе слова сказаться это вообще никак не должно, потому что у людей никто ничего не отбирает, никакую свободу слова. Если вы хотите высказать свою позицию, вы ее можете четко, откровенно высказать. И, опять-таки, один из важных моментов, которые обсуждают сегодня в интернете, это идентификация, так называемая, комментариев, пользователей. Там же речь не идет о том, что каждый должен быть под своим именем. Просто речь идет о том, что безнаказанности такой, как сегодня во многом есть, ее не будет, чтобы владельцы интернет-ресурсов могли идентифицировать вот этих пользователей, которые ведут себя недобросовестно, оскорбляют других людей, распространяют недостоверную, ложную информацию. То есть, здесь вот каких-то серьезных, каких-то больших проблем вообще нет. Культура общения в сети интернет. Людям этому нужно научиться, чтобы не троллить, чтобы не выливать грязь на окружающих, черняв все, что ни попадя. Ну а владелец портала или сайта ответственен за ту информацию, которую он размещает в сети. В случае принятия этого закона, корректировать свою деятельность и соответствовать этому закону, выбора, конечно, нет. Но будем стараться выполнить эти нормы. Если ведут какие-то такие, например, идентификацию комментаторов по паспорту, по телефону, не знаю как, будем как-то соответствовать этому. Обсуждение законопроекта пока еще в активной фазе. Мнение близких представителей СМИ, с учетом пожеланий, предложений, будут переданы в Минск, в Белорусский союз журналистов. Наши какие-то мнения об общении, осуждении мы еще можем высказать. Это же не значит, что уже вот все, как в данный момент написано, еще пока идет обсуждение. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для программы «Итоги недели». То, что волнует без исключения каждого жителя города и страны – новости медицины. Немного истории. В 2011 году в Брестской областной больнице состоялась первая пересадка почки. С тех пор произошел скачок в области трансплантологии и кардиохирургии. Спектр оперативных вмешательств значительно расширился. Только в прошлом году выполнено порядка 8 тысяч операций. Среди них – пересадки почек, роговиц, сосудов, трансплантология, локомотив больницы. Однако не отстают и другие отрасли хирургии, к примеру, сосудистая. На днях в областной больнице специалисты провели первую операцию на артерии ног при атеросклерозе с внедрением гибридных хирургических технологий. Команда медиков работает словно ослаженный механизм. По сути, если все пойдет как надо, хирургам удастся восстановить кровоснабжение ног пациента. Атеросклероз – заболевание опасное, но поражает кровеносную систему. Больному трудно ходить. При прогрессировании болезни возможна гангрена, ампутация и даже смерть. Сегодня выход есть. Операция порядка двух часов на хирургическом столе. И уже завтра пациент встанет с больничной койки и боль в ногах больше не побеспокоит. Человек сейчас транспортируется в наше отделение. Он все это время был в сознании. С ним был вербальный контакт. До утра у него будет постельный режим, а завтра он сам придет в перевязочную. За хирургическим столом не только брестские специалисты по сосудистой хирургии. Операцию или, правильнее сказать, мастер-класс для брестских хирургов проводит кандидат медицинских наук, сотрудник Центра высоких медицинских технологий Российской Федерации Олег Грязнов. Это первый подобный опыт на Брещене. Здесь, в общем-то, в больнице есть все возможности для проведения данного вида операций. Конечно, идеальным вариантом было бы наличие так называемой гибридной операционной. Это когда сосудистый хирург владеет мануальными навыками рентгеновского хирурга и выполняет данную операцию в своей же операционной. Постоянно происходит позднее обращение пациента по причине либо поликлинической службы, либо по причине самого пациента, когда он не обращает на это внимания. Ну, бить надо больше тогда, когда у человека появляется так называемая перемежающая хромота. Что это такое? Когда человек идет ровным темпом по улице, у него возникает боль в икрах или, может быть, в бедрах и ягодицах, которые постепенно нарастают, заставляют его встать, остановиться, постоять. После отдыха он снова может двигаться дальше, и все это повторяется заново. Уникальность операции во внедрении гибридных технологий – это сочетание хирургических и рентген-эндоваскулярных методов. Простыми словами, всего один разрез, два часа скрупулезной работы хирургов, и сосуды восстановлены. Благодаря такой методике пациенты, казалось бы, с такими тяжелыми болезнями, могут вернуться к полноценной жизни всего за сутки. Любая операция полноценная, которая проводится на сосудах нижнеконечности, она улучшает качество жизни пациента. Здесь единственное отличие, что мы говорим, что здесь единственный разрез, то есть меньше травматичность доступа, то есть более, скажем так, быстрое восстановление пациента. Подобные операции мы делали, но делали другим способом. Эта операция менее травматична, она высокотехнологична, с достижением более, ну, лучшего клинического эффекта. По приезду специалиста из Москвы позволит сформировать новые связи между учреждениями, между регионами, и не только, наверное, по сосудистой хирургии, но и по другим специальностям. И я думаю, что этот взаимообмен, он будет выгоден и нам, и им. В Брестской областной больнице ежегодно проводится на 1100-1200 операций в области сосудистой хирургии. Неважно, будь то уникальная операция, повышенность сложности или рядовое вмешательство, «Каждый раз на кону человеческая жизнь». Театральное искусство. Насколько это многогранный творческий мир, который, как говорили классики разных лет, позволяет по-другому взглянуть на человеческую жизнь, рассмотреть ее словно на ладони и оценить, насколько типичны проблемы, насколько аналогичны ситуации, и как важно в этом мире оставаться с собой, сохраняя верность принципам и идеалам. Хорошо понимают эту миссию в Брестском театре «Кукол», творческий коллектив которого в 2018-м отметил свое 55-летие, а само учреждение – полувековой юбилей. Наш корреспондент Анастасия Ноздринплотницкая смогла попасть в закулисье и узнать, где рождаются новые задумки и невероятные постановки. Вот-ка я устала. Ну что ты смеешься? В зале потушен свет, на сцене свою новую постановку «Умная собачка Соня» репетирует театральная труппа под руководством молодого талантливого режиссера Алисы Ермак. Премьера постановки для юного зрителя уже совсем скоро. Необычная история с первых минут захватывает зрителей любого возраста. Профессионализм актеров и чуткая тонкая режиссура спектакля делают его комичным, захватывающим, интересным. Все потому, что зритель у этой постановки особый, самый юный, но при этом и самый требовательный. Мне кажется, вот мы все до сих пор находимся в этом детстве, потому что, ну, чтобы их понимать, чтобы с ними говорить на одном языке, надо стараться оставаться в этом же состоянии детства. Я очень люблю работать над детей, потому что это непредсказуемая реакция, это вдруг какой-то в полнейшей тишине какой-то голос. Ой, что сейчас будет? Буквально совершенно недавно играли спектакль «Приключения королевской короны». Там черепаха оказывается в королевской короне, и она гордо заявляет, что я королева, я королева. Один раз из зала слышу голос «Ты Никололева!» Второй раз слышу «Ну, Никололева ты!» И третий раз на опять что-то там говорит, и такой детский голос на весь зал возмущенно. «Да я за тебе говорю, ты Никололева!» Ради таких вот каких-то мгновений, наверное, стоит жить. За более чем полувековую историю коллектив театра поставил около 150 спектаклей как для детей, так и для взрослых. Его знают и в Беларуси, и далеко за ее пределами, благодаря ярким, нестандартным постановкам. Одна из последних «Новая земля», созданная по мотивам одноименной поэмы Якуба Колоса, раскрывает быт и традиции белорусов конца 19-го, начала 20-го веков. На сцене Брестского театра «Кукол» – это первая работа талантливого режиссера, лауреата Национальной премии Республики Беларусь, Национальной театральной премии России «Золотая маска» Александра Янушкевича. «В раздельный час уже под силу, а у Моксона было в мину, тяжной и богатой, не сподеванной, не гаданой, в хворобах это давно тянулось, а не следом, что давней бывало, я вот так Моксона забавляла». Идеи проектов у коллектива немало. В творческой копилке большое количество наград разного достоинства и уровня. Не хватало только одного – хорошего просторного помещения. Некоторое время назад работы в этом направлении были начаты. Сегодня на улице Ленина возвышается величественное здание, которое в перспективе станет настоящей творческой лабораторией с большим количеством мастерских. Сегодня основные работы проходят внутри. Идет чистовая отделка. Здесь площадь солидная, больше 10 тысяч квадратных метров. Поэтому, конечно, есть работа. Но лето, наступает хорошая пора. Строители, в принципе, работали зимой. Было включено отопление. Они не останавливали работу. Но вся работа, конечно, пойдет сейчас, в этот период. Далее об устройстве и закупке света и звукоаппаратуры, оформлении помещений. Не говоря уже о творческих задумках. Амбициозные планы позволяют говорить о том, что не менее грандиозными будут результаты. Уже сегодня в театре идет подготовка к ряду выступлений и поездок. Вчера буквально мы обсуждали новый проект. Называется «Боский отбиток». Я не буду посвящать подробности, что там будет. Но очень надеемся, что это будет такой своеобразный культурный шок для зрителей. Конечно, основная наша деятельность – это театр. Это театральная деятельность. И мы постараемся держать ту высокую планку, которую достигли. Мы постараемся не переставать удивлять наших зрителей. Но кроме этого, хотелось бы, чтобы здесь еще была такая большая творческая лаборатория для детей, для подростков, которые могли бы реализовать себя, найти себя. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Андрей Щербат, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Это были итоги недели на Бук-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50 и утром в 7.15. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте. 54-63-67. Мы вас услышим. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании Бук-ТВ, точка Биуай, а также на нашем канале в Ютуб. Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. А я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 15 апреля ночью и утром территория Беларуси будет находиться под влиянием фронтального раздела. Днем погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, переменная облачности без осадков. Таким будет день воскресенья в Бресте. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 21. Атмосферное давление будет слабо падать. 16 апреля Беларусь окажется под влиянием теплой и неустойчивой воздушной массы, поступающей с Западной Европы. Начало рабочей недели у Бреща начнется с комфортной, теплой погоды. Ночью синоптики прогнозируют 13 тепла, в дневные часы до 23, без осадков. Лишь ночью и утром возможен слабый туман. Ветер юго-западного направления умеренный. Распродажа в магазине «Элма». Цены от 5 рублей. Ждем вас. Брест торговый центр «Галерея Грант». Первый этаж. Распродажа в «Элма»